Я на прошлой неделе дважды выступал в Государственной Думе перед всеми ведущими, в том числе телевизионными интернет-каналами России. И я говорил об Обнинске, говорил о роли празднования в этом году 70-летия появления Первой Мири Атомной Электростанции и говорил о нашем большом проекте Обнинстех, о проекте Международного Центра Ядерного Образования. Я уверенно говорил, что это будет, потому что я знал о том, как обсуждалась стратегия развития Обнинска. Я думаю, что Обнинск – первый наукоград России сегодня, и таким он останется на все ближайшие десятилетия. Обсуждение стратегии сегодня важно, поскольку мы сами должны понимать то, что хотим в своем родном городе сделать, чтобы он и дальше обладал потенциалом, способным решать все национальные задачи, отмечает Геннадий Скляр. Ключевой документ для подтверждения статуса наукограда включает в себя три приоритетных направления развития, о которых подробнее рассказывалось ранее. Это город-инноватор, город-университет и город для первых. Обнинск должен стать не только конкурентноспособным научно-образовательным центром международного масштаба, но и муниципалитетом, где хочется остаться жить. Стратегия развития, которая обсуждалась и на совещании у губернатора, и на собрании депутатов города Обнинска, на мой взгляд, правдиво отражает ситуацию дел в городе и не закрывает глаза на те проблемы, которые у нас есть. И зима обнажила, конечно, и коммунальные проблемы, и, конечно, мы не довели еще до ума реформы общественного транспорта. И, конечно, хотелось бы, чтобы город благоухал в хорошем смысле, а не огорчал всех нас нечистотами. Кроме того, стратегия для Обнинска, как подчеркивает Геннадий Иванович, предъявлена не только самому Новокограду, но и Калужскому региону. Важно и протву почистить и сделать так, чтобы из Ермолина и других источников не приходили подарки грязи. Нужно сделать дорожные развязки. Это связано с реконструкцией Киевского шоссе, рассказывает парламентарий. Необходима синхронизация планов, включенных в стратегию с федеральными. Еще важнее, чтобы этот документ был живым. Вот на совещании, которое было здесь, я услышал позицию губернатора, что нецелесообразно рассматривать сейчас проект строительства новой поликлиники. А я считаю, что новые больницы и поликлиники в городе нужны. Тем более, что так бурно город развивается, и мы увидим, что если мы вовремя не примем сейчас решение о подготовке таких шагов, то потом уже нам сами граждане в колокольчик будут звонить и говорить, на мой взгляд, мы должны уметь посмотреть чуть-чуть вперед. И важно не опровергать позицию губернатора, а вместе с ним снова еще и еще раз обсуждать эти больные проблемы и находить решение. Поддержание имиджа Обнинска как умного города будут способствовать новые технологии, которые необходимо внедрить практически во все сферы жизни – в транспорте, социальных учреждениях, магазинах и других местах массового пребывания людей, для удобства и соответствия темпу современной жизни, камеры видеонаблюдения для общественной безопасности. Важнейшее направление развития Обнинска – сохранение традиций в семье, преемственность поколений, создание условий для непрерывного обучения, а также трудоустройства именно здесь, в родном городе. Династии физиков, химиков, медиков, педагогов и представителей других профессий – очень хороший показатель и отличительная черта наукограда. Так что планов впереди великое множество, и планка взята высокая. Но для Обнинска нет преград. Все задуманное по силам. Есть идея, стратегия, и нужно стремиться к ее реализации. Тогда все обязательно получится. Елена Филина, Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok